Что за страсть к антиквариату? Почему тёте Моте нравятся? Потому что первый опыт, наверное, был со взрослой женщиной. Ох, эти взрослые женщины опытные. Ну это... Ой, простите, роза прям расцвела, я смотрю. Кстати, роза мне очень нравится. Ого, призвати! Не покрасила. Нет, на самом деле, у меня была женщина, была старше меня в два раза. Ну, гуляли в парке, я к ней подошёл. Она не подумала, что маньяк? Не стала говорить, маньяк, не к вам сейчас пущусь! Или не на её счастье было? Я просто, получилось, что хотел познакомиться с ней. Она шла, так я понял, что она никого не ждёт, никуда не торопится. Парёвы руби, а потом Саечку заискнили. Нет, я просто спросил, куда пройти, там, мне нужен был адрес куда-то. Оригинально. Как пройти и который час, девушка? Как пройти к вам домой? Она сразу пошла на контакт. Ещё больше. Сколько бабушки был полз... Мы познакомились, спросил имя её, она мне сразу сказала... Тётя Наташа? Нет, тётя Лида. Тётя Лида. Баба Лида. Ну, короче, и закрутилась. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы с ней гуляли и... Скажите, я вот... У меня, правда, никогда в жизни не было такого молодого пацана. Можно я вас обниму и почувствую, и мне дальше будет легче разговаривать? Обгоняю вас что-то я. Это называется использование служимого положения. Женщины, склонные... Обними как-либо, Пула. Ну, вообще, я вам скажу, да. Я понимаю, я понимаю этих женщин, но не понимаю вас. А ровесницы, это же так клёво. Это клёво, но почему-то, я не знаю, мне интересно с ними общаться, когда у меня друзей много там, ровесниц. Но именно в плане... Ему мало ли что нравятся пожилые, ему ещё и нравятся расположенные, так сказать. Он же гурмэ. Да? Не, конечно. Ну, в общем, тоже французы едят жирную и очень неполезную пищу. Ещё никто не умер. Вот фуагра, например, или фуадуа. Это же чё-то тётя, что с тётей Лидой? Ну, с тётей Лидой. Нет, ты же ничего не... Мы с ней... Я продолжу. Когда гуляли, я пригласил её в кино. На мультике? Она на мультике. На широке не будет. Чтобы, можно сказать так, убить время. И в темноте там... Мы пока там сидели, мы прижимались друг к другу. Мой мальчик. Ну? Растление малолетних в тёмных залах кинотеатров России. К сожалению, она меня пригласила домой сразу. Для меня. Почему к сожалению-то? Так если голодная-то... Чуть-чуть. Потому что я говорил, что если девушка сразу доступная, это не мой вариант. Здесь и девушка. А ей, глядишь, второго уже раз так и не представится. Конечно. Не, ну может быть, да. Может быть. Чуть-чуть. Меня терзают смутные сомнения. Вот и оставьте эти сомнения при себе. Сегодня не твой день, Василиса. Сегодня запутались там они обахтели. Подожди, я правильно понимаю, что сегодня твой день? Ну, как всегда. Мой день? Путаясь в её жировых волнах на спине, пытаясь отыскать застёжку от нижнего белья, всё-таки у вас произошло. Да, она подошла. Я подумал, скажет, иди домой. Сынок. Завтра мы созвонимся. Да. Я так и хотел. Ну, в плане. Я не собирался сразу к ней прыгать. Но не тут-то было. Да. Ты, как говорится, в дверь она вас сказала. Нет, малыш, раз пришёл. Она мне начала... А тебе умер писатель-порнограф просто, Лариса. Почему умер? Здрасте. Смешную профессию будем осваивать. Итак, молодой человек. Она мне задала вопрос, почему же тебя привлекают взрослые женщины. Смотри, конечно. Я ей сказал. Мне нравятся пышные формы. Что у неё и было, кстати. Молчи, Надежда. Ну, так что было потом? Ну, потом и... Не бывало алмазов, как водится, и надолго вас хватило? На этот роман, не в эту ночь, я имею в виду, а на роман. Ну, на один раз, к сожалению, я ещё раз скажу, что она... Не любите достойных женщин, доступных. Имя. Свои вопросы про жильё и про деньги. Ну, какое тут жильё-то, господи, и так понятно. При какой-то красоте ещё и богатый, да? Конечно. Как говорят у вас, у татар, too much. Мы одобряем его выбор, поддержим, потому что в этом есть много плюсов, на самом деле. Например? Ну, взрослая женщина – это опыт. Она научит его всему, она поделится с ним, она сделает из него достойного мужчину и отправит по взрослой жизни. Да, при... Да.